Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Слушай, сегодня в психологии можно часто слышать фразу «Токсичные люди». Каких людей мы можем называть токсичными? Потому что, когда я слушаю психологов, в общем, все, что не согласно со мной, это значит токсичный человек и токсичные отношения. Если ты не со мной, значит, ты против меня, значит, все, ты токсин. Вопрос, кто токсин? Каприз. Каприз. Кто капризничает? Как правило, капризничающий и считает другого человека токсичным. А по факту яд находится в нем самом. И тогда он отражение этого яда видит в другом. Но если мы говорим о токсинах и о токсичности, то мы будем говорить о капризах. О капризах, конечно. Где каприз, там и токсин. И это настолько очевидно. Так это два брата, да? Два брата, да-да-да. И проявления-то на самом деле абсолютно разнообразные. И если брать общество, например, семью как ячейку или организацию как фирму, тоже как ячейку, или государство как ячейку, на каждом уровне есть свой токсин, свои капризы. Свои капризы, свое отравление. Свое отравление. Свой яд. Так вот, получается, что именно токсин и запускает, и разрушает вот эту ячейку. То есть, сперва он разрушает свое тело, токсин. Потом он разрушает свою ячейку, свою семью. Потом он разрушает свою организацию, где он работает. Потом он разрушает шире-шире-шире контур. То есть, вот она. И вот эта капризность, токсичность. Вот смотри, например, блин, ну вот банальный пример. Сегодня мальчиков очень много воспитывают женщины, да? Они не имеют мужей. Но они же воспитывают и девочек. Дети копируют своих родителей. А почему не имеют мужей? Ну, у всех по-разному, но были где-то капризы, да? И если девочка, например, или мальчик скопировали токсичную маму, то они этот токсин принесли в свою семью. И в своей семье они будут таким же токсином, они ее будут точно так же уничтожать. И вот вопрос увидеть этот токсин и осознать, увидеть вот этот каприз. Вот хочу так, чтобы было, по-моему, и никак иначе. А мнения другого вообще не существует. А оно по факту на самом деле не существует. Но без каприза. А с капризом сразу игра. Ядовитая. Да, а без каприза это на самом деле принятие. Получается. Да, принятие. Принятие у каждого в своем месте, у каждого в свое желание. Но соединить нас могут только общий интерес, когда нам что-то интересно. Да, вместе. А не когда один требует одного, другой требует другого. Ну да. И, кстати, вот один требует одного, другой требует другого, да. И идет игра. Только игра какая? Ядовитая. А когда идет принятие, да, и соединение идет на интересе, общем, тогда игра здоровая. И игра здоровая. Да. И если ты позволяешь этому токсину ворваться, например, в свою семью или в свои отношения, то это как вирус будет работать. Ну вот, например, вот сын там вырос, женился, да. Но он скопировал вот этот вот токсин со своего отца или со своего матери. А у него был несчастный брак. И он эту же модель притянет в свою семью, и он точно так же этим же токсином убьет и свою семью. Вот это, смотри, это по образу и подобию компьютера, да, и флешки. Если во флешке есть вирус, то вставь ее в какой-нибудь любой компьютер. Он будет заражен. Он будет заражен. Все, вот это ребенок, который уже в свою семью принесет вот этот вирус. Это яд. Да, да. И он будет там, и только в этом компьютере, и будет возможность исцелиться от этого, да. А вот смотри, вот сейчас прямо в голове приходят мысли, как в старину говорили, гены пальцем не раздавишь, да, как наши бабушки и дедушки говорили. Почему родители недалеко падают, да, 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 на яблони не родятся груши. Вот они, вирусные программы. У каждого рода есть свой набор программ. Иногда вот как мы работаем с людьми, такие программы, что просто в ступор выпадаешь. Вот как такое может быть? А у людей это считается нормально. То есть вот человеческие нормы, они просто невероятны. Да, да, да. И при этом, ладно, норма. Норма будет просто болезнью. Просто болезнью. Если она не проявлена капризностью. Но если на норме вырастает капризность, то это уже идет отравление среды. Отравление среды обитания. То есть одно дело, когда для человека, ну вот нормально мне обосраться и лежать в говне, извини. И смирился. И смирился с этим. И прекрасно. Ну твое тело лично преет. Никаких проблем. Лежи и воняй. Никаких вообще. На тебя никто внимания не обратит. Будет только твое тело от этого болеть и страдать. А когда человек вот обосрался и лежит, и топает, и воняет. Помойте меня, уберите, сбегайте. Иначе я туда пожалуюсь. Иначе я вот здесь делаю. Иначе я вот это. Иначе я вам тут накакаю. Да, еще и вам накакаю под ваши тела. Все, болезнь пошла. А ведь именно в таких вот состояниях, да, человек разрушает другие отношения, другие семьи и так далее. И привлекает внимание к себе. Но при этом, смотри, ведь, ладно, вот это примитивно, когда показываешь, обкакался человек и вот так себя ведет. А ведь токсин же на самом деле, как вирус, он себя так не проявляет. В зеркале это выглядит так. Для подсознания это выглядит так. А в надсознании это будет, такой хороший человек и так страдает, а говорит такие вещи, он такой трудолюбивый, там и так далее, и так далее. Вот такой хороший, за этой хорошестью, и потом так, как укол яда. Укол яда. И вот, когда смотришь на вот такие, вот это токсичные люди, да, они ядовитые люди, так и хочется сказать. Но это капризность, которая хлоп и с манипуляцией. А с манипуляцией, это значит, ты уже должен, ты виноват передо мной и пошел. Ты оправдывайся передо мной еще что-то. Сделай для меня, сделай за меня. Это как более опытный каприз. Ты прививка. Да, 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 точно. Но из подсознания же все равно это выглядит, как обосранный и капризничающий. И никак иначе. Но это весело. Да. А смотри, каприз, да? Капризничает кто? Ребенок. Ну, не выросшие дети. Не выросшие. Ну, видишь, не выросшие дети творят взрослые игры. Да. То есть, смотри. То есть, вирус каприза, да? Ну, допустим, вот ребенок рос в семье. И этот вирус этот подхватил, да? Все, и он получается, он его воспринимает как норму. То есть, грубо говоря, его мир замыкается на этом. Он, он вот все, он возбужденный. Его мир замыкается на этом. Для него становится это нормой капризничать. Все. Это, знаешь, как правило. Правило поведения в этом мире капризничать. И все. И он уже этот каприз, получается, этот вирус считает нормой и предъявляет претензии, получается, уже тому, кто пытается ему внести свои правила. И получается остановка в развитии, в росте. И поэтому, а человек взрослеет, а вирус остается, вирус вот этого капризного ребенка. И вот этот внутренний капризный ребенок, он хозяин этого взрослого человека. Да, да. И мы видим взрослого, а он топает как ребенок. Ну, что хочется сделать, когда ты видишь перед собой капризного взрослого? Ну, как моху хочется, что ли? Ну, с одной стороны, проявить агрессию. Да? Ну, проявить агрессию, это будет в том случае, если у этого человека внутри задавлена агрессия. И он такой хороший, но при этом яда так подпускает, знаешь, как прийти и напердеть где-то, да? Вот он точно так же подпускает. А вот, это один вариант, тогда в отношении его хочется проявить агрессию. А когда он просто лежит и топает ножками, когда он в открытую уйдет в атаку, да, то от этого человека хочется избавиться как от мусора. Как от какашки. Как от какашки. То есть его хочется выкинуть. И тогда он становится никому не нужен. С ним не хотят играть. Да, с ним не хотят играть. И тогда он вынужден завоевывать игру. У него своей игры нет. То есть с ним никто в песочнице не находится. И он тогда лезет в чужие игры, в чужие песочницы. И разрушает там все домики, что построили другие дети. Вот точно так же будет мама приходить в семью к своим там детям. И рушить, и наводить свои порядки, и рушить их отношения. И требовать, вот должно быть так, а не так. И вмешиваться и так далее. Я сейчас в этом вот в ТикТоке иногда получаю ролики, подкидывает мне какие-то. И там вот такие разные примитивные ситуации. Когда там свекруха приехала, еще там что-то. Ну и расклады такие а-ля психология. И я смотрю на это. А это а-ля дебилизм. Понимаешь, это а-ля дебилизм. Это красиво так. Это на самом деле, ты знаешь, такой вирус приехал в чужой мир. Инопланетянин. Привез бочку дерьма своего. Точно. Но он же приехал для чего? Он же не просто так приехал. Он же просто подобное к подобному. Приехал как спаситель. Говорит, давайте ваше говно достань. Блин, какая тема. Я вам сейчас покажу, как вы друг друга любите. И какая у вас крепкая семья. И этот инопланетянин начинает свои правила тут раскачивать. Но его же ждали как спаситель. Какая тема вообще. Вообще. Ну это же стебно. Стебно. Ну как отказаться от такой игры, когда можно сидеть и ржать с утра до вечера. Понимаешь, вот когда мы начали углубляться в тему молодости и здоровья, да, когда мы вот последнюю экспериментальную группу раскачали, я вдруг до меня до самой, вот тогда, когда мы вечером с тобой ржали, до меня начала доходить одна тема. Насколько нужны людям вирусы и болезни? Насколько не готов человек к тому, чтобы жить долго? А человек заявляет, ровно так же человек заявляет, когда он болен, например, онкология, он заявляет, я хочу жить. Сколько раз мы видели, как хочет человек жить? Сколько из них моресьевы? Один из ста. Да-да-да. А остальные хотят, чтобы жили за него. Ну, за него и живут. Точно так же, как не он ползет, он ждет, что его несут на носилках. Вот оно. Вот этот каприз, это, по сути дела, то же самое, что уход в ожидании, что меня понесут. Вы будете делать, по-моему, я вас построю. Да, дома никого нету вообще, вы должны. И получается, вот это и есть этот токсин разрушающий. Но видишь, это как калейдоскоп. Ты когда смотришь в калейдоскоп, вот эта картинка, когда ты посмотрел, посмотрел, потом она доедает. Хлоп, надо другая. Потом хлоп, надо другая. То есть у тебя есть желание менять картинки, какие бы красивые они ни были. Точно так же у нашего подсознания, он смотрит на эту игру и ржет. Вот просто развлекуха. Потом посмотрел, посмотрел. Ой, дебилы были, дебилами остались. Фу, следующая картинка. Следующая картинка, следующая картинка. Понимаешь? Потому что дебильная игра изначально неинтересна. Это как смотреть фильм. Ты увидел какой-то сюжет. О, придурок там в овраг свалился. Или еще что-то. И потом ты про это забыл. У тебя мгновенное внимание, потом ты уводишь оттуда внимание, потому что у тебя пропадает интерес. Ну зачем смотреть дебилизм, если все уже концовка понятна. Уже этот фильм досмотреть до конца не надо. Вот здесь у подсознания то же самое. И вот она, подсознание хлоп выключает и говорит, не надо. И тогда человек остается наедине сам с собой, со своим дерьмом, и его жизнь уже конечна, смертна, и все. Его игра уже неинтересна. То есть для того, чтобы жить долго, надо иметь интересную игру, когда ты в гармонии со своим подсознанием двигаешься в интересе. Твое внимание на твоем подсознании, внимание твоего подсознания на твоей игре. И вот получается, это ты идешь... Вот он общий интерес. Вот он общий интерес. Но тогда ты постоянно в своей игре, тебе похрен на чужие песочницы. Другого нет. Вот тогда возможно и бессмертие, и здоровье, и омоложение, и все остальное. А другого варианта нет. Это единственное. И тогда тебя не интересует ни токсичность, ни еще что-то. Если только тебе неинтересны психические процессы, вот тогда тебе интересна токсичность, как какое-то одномоментное изучение этого явления в психике. А все остальное тебе неинтересно. Тебе неинтересен табелизм. И тебе неинтересны эти ролики, где начинают подкидывать, как кому там свекровь приезжала. Да похрен, как она приезжала. Там все заведомо известно. Этот фильм уже 10 раз просмотрен, и на эту тему уже есть куча информации. Я тоже такие ролики встречаю, но я их пролистываю, потому что... Я тоже пролистываю, и все равно кидает. Да, да. Это как, ну, действительно, как вот ты сразу, ты получаешь картинку, да, а ты уже знаешь ее весь сюжет и конец. То есть прожеванное и пережеванное. Ну, для... Да, да. Но при этом сейчас я вспомнила, как люди любят на Новый год смотреть фильм с легким паром. Угу. А любят ли люди его смотреть? Вот ты хоть раз смотрела? А зачем смотреть, если ты знаешь его? Знаешь, как, наверное? Любят ли смотреть? Любят включать. Давай по-другому. Знаешь, наверное, вот включать. Если, допустим, дело вот... Ну, нет, нет, слава какого-то интереса, да, то ты не сядешь и не будешь смотреть. А какие-то сюжеты поржать включишь. Вот какой-то такой момент, да? Да, фоном. Или, ну, где-то какой-то момент. Вот этот белый шум идет такой. Да, 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 да. Прикольно, все. И все, да. Но смотри... Ну, ладно. Но внимание-то все равно не цепляется. Да, да. Даже если фоном. И тогда есть интерес включать, а не интерес смотреть. Смотри, как вывернуто зеркало на изнанку. Да, да. То есть за игр... То есть уже... Интерес там, где что-то новое, там, где есть движение вперед, там, где есть познание. А если нет движения, если нет познания, а просто пережевывание одного и того же, то это уже становится фоновой информацией, внимание за это не цепляется. Именно поэтому игра уходит в деградацию. Да. Так вот, да, да, именно поэтому. А вот смотри, на самом деле игра повторяется каждое сто лет. Ну, плюс-минус. Да? И она повторяется. Ты ее точно так же знаешь, как прожеванный вот этот фильм с легким паром, да? Смотри, единственное «но», которое дает еще фору, это вот это повторение, но в других декорациях. Ну, декорации выглядят как обновочка, и все. Да. И тогда, и тогда как бы появляется вот это какое-то новшество. Тебе кажется, что это новое. Иллюзия вот эта. Иллюзия. Вот он фокус. Замени декорацию, а сюжет оставь тот же самый. И один и тот же фильм снимай просто в разных декорациях. Ты будешь иметь разный фильм. И люди будут думать, меняй название, и люди будут думать, что это новый фильм, новая жизнь и так далее. На самом деле ничего там нового нет. Все уже прожито. Все прожито. Именно поэтому... Понятно просто, как прочитанная книга. Именно поэтому новое вносится не копированием, а озарением, и это делают гений. Вот эти единицы двигают новую информацию, разбавляют старую информацию новой. И благодаря этому иллюзия хоть чуть-чуть преобразовывается и вносится хоть какой-то новый интерес. Но когда этого не происходит, то... Да. Идет это все в сворачивание и в завершение. Но при этом... Даже когда мы наблюдаем за капризностью, за токсичностью, за всеми этими моментами в людях, мы ведь конкретно видим, что именно токсичность яд является в дальнейшем причиной развития аутоиммунных заболеваний, генетических заболеваний, поражений. Именно токсичность, вот эта капризность является основой выделения сознаний на игру таких, как онкология, сахарный диабет и так далее. То есть это тяжелые формы. Но именно вот потому что идет яд, саморазрушение яд. Яд. Яд, который выделяется на капризности. И казалось бы, каприз. Ну, подумаешь, каприз, да? Мы не уделяем капризу должного внимания в разрушении нашего физического тела. А это очень большой яд. Это то же самое, что я не уделяю внимания, кстати, на эту тему. Не уделяю внимания тальку, не уделяю внимания дусту, не уделяю внимания аммиаку в краске для волос, не уделяю внимания радиации для удаления этих вот волос, как в начале прошлого века. Да. Я не уделяю этому внимания. А в итоге мое тело страдает, болеет и умирает. Вот здесь то же самое. Только на уровне психики. Сколько женщин из себя отравили, чтобы казаться красивыми. Да, да, да. Но вот это из этой же серии. Знаешь, какой образ пришел на вот это копирование и повторение только в новых декорациях. Яйцеклетка и сперматозоид. Смотри. Разные женщины и разные мужчины. Но процесс один и тот же, да. То точно так же, как раз в сто лет меняется игра. То есть, это как возможность рождения нового в старых декорациях. Ну, образно. мужчина и женщина другие. То есть, декорации другие, а не в старых... Других декорациях. А яйцеклетка и сперматозоид из общего котла. Ну, тоже образно, да? Да. Рождаются, но смена тела, а игра остается та же самая, как повтор, повтор, повтор. И смотри, вот когда те же самые буддисты говорили, выход из круга сансары невозможен, да? Возможен. Вопрос. Сколько кругов сансары? Сколько кругов сансары? Сколько кругов, да. Если мы берем психику и антипсихику, ну, так это совсем маленький круг, и из него можно выйти дальше, а потом дальше, а потом дальше, а потом дальше. А потом интересно еще дальше. А потом дальше изменить игру. Да. Дальше тебя увлекает точно так же, как тебя увлекает. Вот человек умирает, вот это контур психика, мир-антимир, да? Психика-антипсихика. Вот на этом контуре инкарнационный цикл находится человека. Вот человек автоматически прожил, умер, перезагрузился, снова прожил, умер, перезагрузился. Вот это маленький кружок. И на этом кружке все равно же ему интересно Вернуться в тело, он там зовет человека Вот этот голос внутри Вернись к роду, к семье Как же мы без тебя Вот это возвращение Но это в маленьком контуре А если мы возьмем больше контур То в какой-то момент Зовет интерес, блин, так интересно же Там все перетусить И сделать все иначе Вот это разница в сознании Вот и разница в сознании, да Но в любом случае Идет Возвращение в игру Но вопрос, ты придешь в игру создателем Или ты придешь в игру повторителем Да Либо копирование, либо создание Другого не дано Да А копирование это автоматизм Да А создание это уже создание Это расширение Но при этом ты можешь всегда быть наблюдателем И причем те, кто копируют Они считают тебя сумасшедшим А ты, глядя на них На копирующих, считаешь их больными сумасшедшими В сумасшествии отражаются В сумасшествии Да И смотри И какой копирует появляется, блин Каприза Каприза, да Токсичность Ну чтобы жжать и разрушить И тогда возникает дожди И тогда возникает толерантность противовирусов И тогда вирусы вообще пышут И животы кайфуют Ну да И размножаются Да, да, да Вопрос Блин Там в каком-то веке мужики не ходили Закрытие глазок называется Закрытие глазок, да В каком-то веке мужики ходили в юбках Это не принятие, а закрытие глазок Потом они не ходили в юбках Теперь они снова ходят в юбках Понимаешь? Вот оно Это циклами все идет Да, да То, что было вчера плохо, сегодня хорошо А завтра будет опять плохо Потому что другой игры нету Все равно повтор Автоматизм Да, потому что автомат работает В разных одежках И при этом, ты знаешь Вот сегодня меня никто не разубедит в том Что искусственного интеллекта Опасаться вообще не стоит Овнам стоит Но если сознание человека развивается На тот уровень, когда человек осознает себя Создающим сознанием силу в себе То его сознанию искусственный интеллект Угрожать не может Ну никак Ну потому что он его Для него Он его создал И он его рассоздал Что хочу, то создаю, то рассоздаю Ты просто управляешь И получается Ну да И искусственный интеллект Никогда не сможет повторить человека Потому что он показывает Кстати, искусственный интеллект Конкретно показывает Как он копирует и компилирует информацию Он показывает человеку в зеркале Смотри, до какого уровня ты деградировал Что уже ты соревнуешься со мной В копировании и компилировании Ну это очевидно Ну это так весело Блин Наше подсознание, оно постоянно кайфует и ржет Если находиться в восприятии подсознания То эта жизнь просто невозможно надышаться Ею от счастья От того, какая она крутая Какая она веселая Какая она счастливая и классная Это лучшая игрушка Это рай Это реально рай Это вообще Это крутейшая игрушка Крутейшая Но это тогда Когда ты конкретно осознаешь ее устройство Да Когда ты осознаешь, как она устроена Как она работает Это вот то, о чем говорят все Я проснулся, я проснулся Нет, просветленный Покажи лампочку Где она у тебя светит Сейчас у тебя светит ключевое Блин Каприз, да, токсичность Тогда мы пришли к тому Что мы живем в токсичном мире Если ты на него смотришь С позиции каприза С позиции каприза, да Более того, как распространяется информация в капризном мире Советами Да, да Да, и тут же, да И тут же, как только ты посоветовал Ты тут же это будешь проживать Да На себе Потому что одеяло на себя потянул Будь добр, спать под этим одеялом Ну вот про распределение и распространение токсинов У меня вообще есть предложение Сделать целую лекцию Для того, чтобы у человека мозг перевернулся и стал на место Потому что у нас же даже было название «Страна советов» Степ, невероятный Просто бомба Давай разложим все, что касается советов Русский язык – это невероятный язык Это офигенный язык Я говорю, Беларусь – это страна богов Да И русский язык – это должен быть мировой язык Потому что это божественный язык Потому что он и есть мировой на самом деле Просто это неимоверный степ Божественный Божественный степ В английском языке нету такого степа, который есть в русском Тут буквально на каждом шагу просто подсознание включается И начинаешь ржать по тому, как это проявляется Потому что все языки нашли из русского, на самом деле Я это вот просто знаю Я не знаю, откуда я это, но я это знаю Поэтому искажение с английским языком надо убрать Надо убрать И сегодня у нас вечер создания И начнем мы с убрать Развлекаемся дальше Но по поводу советов Имеет смысл людям, кто будет смотреть этот подкаст Вы посмотрите лекции, которая будет у нас в пятницу Или в понедельник у нас В понедельник, наверное, у нас Я не помню В общем, вы сами на Сабришине Сабритен.ком Найдите расписание Там будет лекция по советам И, может быть, рот закроется И больше никогда не захочется никому давать совет Особенно у психологов А я хотела сказать Особенно свекровь и теща Сибирь, свекровь и теща Да-да Не, ну это ладно Но на самом деле Для людей будет новшество Сейчас мысль такая пришла Вот пока Хлоп, зависание И понимаю Психологи, которые будут смотреть Таковые будут на лекции Они потом этот материал будут растаскивать по кускам Как и остальные наши материалы Выдавая кусочек Ой, психология ж об этом говорила И вот это известно было И вот это известно было Так вот для психологов потом будет отдельная лекция По... Как это лучше сказать? Назвать Давайте называем по искажениям По платным искажениям информации Пришло время Да Расставлять все по своим местам Это как Как это сказать-то правильно? Продуманный Блин У нас запуск игры идет И эта игра Стартует с этой лекции И это игра в искренность И в возвращение к себе Когда я перестаю врать Самому себе Вот это уже серьезный момент Потому что игра простейшая Но это игра в здоровье В молодость В развитое сознание И так далее Но это все начинается с того момента Какого-нибудь мелочного момента Капризулечки Капризулечки Или советика В общем Один яд, который способен разрушить все тело Так вот этот яд надо найти Как вирусы И удалить И у каждого будет свой набор ядов Кто-то любит А кто-то мышиный дус До встречи на лекции Друзья С платформы Субритен 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 Субритен